Благотворительный концерт, организованный артистами и журналистами, состоялся в Киеве. Деньги от продажи билетов переведут на счет детского центра кардиологии и кардиохирургии. Собранная сумма пойдет на замену оборудования в операционных. О песнях ради жизни. Марьям Эль-Хасан Али. Ему всего лишь 7 месяцев. Несмотря на свой возраст, Тимур уже успел побывать между жизнью и смертью. Началось все летом. Тогда малышу стало тяжело дышать. Он когда ел, постоянно давился. Нам сказали, на первый взгляд, ребенок здоровый. Но не исключено, что может произойти момент, когда он задохнется. В те времена Юлия до сих пор вспоминает с ужасом. Причину недуга медики выявили только сейчас. Оказалось, у мальчика врожденная патология. Необходима сложнейшая операция. Провести ее могли только здесь, в Центре кардиологии и кардиохирургии Примос. Сейчас Тимур идет на поправку. Будем сюда ездить на консультацию. Будем сюда ездить на консультацию. Мы очень рады, что нам Бог помог. И мы попали именно сюда. В стенах этой больницы спасли более 30 тысяч маленьких пациентов. Оборудование, которое дарит им жизнь, требует замены. Это стоит баснословных денег. Сейчас нужен набор инструментов за миллион гривен. Для того, чтобы делать такие ювелирные операции, которые делают наши хирурги, нужен специфический и дорогой инструментарий, который позволит оперировать даже сердца новорожденных, которые размером с грецкий орех. Украинские журналисты и артисты взялись помочь Центру. Они организовали благотворительный концерт. Его проводят четвертый год подряд. Отзывались меценаты, отзывались люди, которые могут позволить выложить определенную сумму на ту аппаратуру, на то оборудование, которое периодически, к сожалению, ломается. В прошлом году собрать удалось больше полумиллиона гривен. На эти деньги купились тернотом. Инструмент, без которого большинство операций на сердце невозможно. Мария Мальхасанали, Ярослав Матяш, Сергей Савчук, UA-TV.